Трасса 101 Здравствуйте! В эфире Трасса 101. Я Владимир Сметанин. Поехали! В Госдуму внесен законопроект, позволяющий устанавливать камеры фото-видео фиксации нарушений и рассылать письма счастья не только ГИБДД, но и частным лицам. То есть превратить эту деятельность в бизнес. Авторы документа отмечают, что аппаратура для слежки за водителями и ее обслуживание стоят дорого. Было бы неплохо, чтобы этим занимались и предприниматели за определенный процент от суммы штрафов. Министерство транспорта разработало и вынесло на общественное обсуждение закон об организации дорожного движения. Он позволяет властям российских городов самостоятельно определять зоны с платным въездом для граждан на личном транспорте. При этом чиновники должны позаботиться о перехватывающих парковках, дополнительных маршрутах общественного транспорта и других мерах, благодаря которым автомобилисты откажутся на время от своих авто. Кировские автолюбители не считают, что это необходимо в нашем городе. На мой взгляд, для Кирова такой необходимости нет. Даже не могу представить, где в Кирове именно можно выделить такую зону для платного проезда. Мне кажется, это нецелесообразно. Если это на больших трассах, тогда да. Я против и считаю это как минимум странно, как максимум бредом. ТРАССА 101 ГИБДД опубликовало отчет об аварийности за 8 месяцев 2014 года. Согласно ему, число ДТП на российских дорогах по сравнению с прошлым годом снизилось почти на 2%. На 2,5% уменьшилось количество тяжелораненых, а вот погибших стало больше на 1,2%. Это более 16,5 тысяч человек. При этом госавтоинспекторы отмечают, что за последнее время существенно выросло число ДТП, произошедших по вине водителей. ТРАССА 101 На автовазе началось серийное производство «Лада Приора» с роботизированной коробкой передач. Продажи модели стоимостью от 395 тысяч рублей стартуют 25 октября сего года. Новая трансмиссия создана на базе пятиступенчатой механической коробки с тросовым приводом, а также оснащена актуаторами немецкого производства и сцеплением французской компании «Валео». Киров, Краснодар, Киров. Таким маршрутом однажды проехался руководитель компании «Вят.Инфо» Роман Титов. Самое большое мое автомобильное приключение, которое когда-либо было, это моя поездка в Краснодар на машине. Въехал в Липецкую область и вдруг, знаете, там почувствовал себя персонажем из фильма ужасов. «Туман» Стивена Кинга или что-то вот такое. Потому что я вдруг вижу, что по дороге от горизонта до горизонта надвигается огромное черное облако. Это облако влетает, у меня лобовое стекло вдруг, шлепки, шмяк-шмяк, и я понимаю, что вот это вот огромное облако – это миллионы или миллиарды майских жуков. Ну вот у них лед был в этот день. И вот ты едешь, ощущение, там фильм ужасов чужих, к примеру, да, вот там вот слизь. У тебя по лобовому стеклу вот эти жуки ползают, полуживые, полумертвые, выглядят полнейшим ужастиком. И это облако, оно, ну, никуда не делалось. То есть мы из него как-то выехали, приехали на заправку, там, по хрустящей земле дошли заплатить там за бензин. Эти жуки, они лезли на одежду, там, прилипали, там, значит, к волосам. Ну, кошмар полнейший. Машину потом на следующий день отмывали где-то, наверное, часа полтора-два. Ну, она походила на танк. Мойщики еще спрашивали, вы, говорят, где ребята были, вы там в коровник врезались или что-то еще? Нет, оказалось, это вот такое сезонное явление, но в том году это был уникальный вылет майских жуков в Липецкой области. До сих пор с ужасом вспоминаю. На этом все, до завтра. Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok